В эфире новости в студии Эль-Нурабек Пасарова. Здравствуйте. В Наукатском районе на трассе Ош-Исфана в результате ДТП погибли трое граждан, еще пятеро доставлены в больницу. Авария произошла утром 6 января. Грузовая машина и мини-вэн Toyota Estima столкнулись в районе села Ирнёк. По предварительным данным, водитель мини-вэна выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик, после чего тот протаранил магазин на обочине дороги. В результате два человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Пятеро с различными травмами доставлены в больницу Козылкии. Все собранные материалы переданы в следственный отдел Наукатского ОВД. Назначены необходимые экспертизы. С 1 января 2019 года увеличились штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом напоминает в ГОВДД. Так, из-за непристегнутого ремня безопасности в населенных пунктах водителю придется оплатить штраф в 1000 сомов, а юридическому лицу в 5000 сомов. 7 февраля за езду без страхового полиса ОСАГО штраф в составе 3000 сомов. За нарушение правил проезда перекрестков, обгона, выезд на запрещающий сигнал светофора, разговор по мобильному за рулем грозит штраф в размере 3000 сомов. Усилен штраф за вождение в пьяном состоянии для физических лиц – 17500 сомов, а для юридических – 55000 сомов. Если водитель не уступит дорогу, транспорту, аварийно-спасательных служб, скорой, пожарной службы, которые двигаются с включенными специальными световыми либо звуковыми сигнальными устройствами, то его оштрафуют на 5500 сомов. Депутат пытался передать наркотики своему родственнику. В Джалалабаде сотрудники ГСН нашли запрещенное вещество в одежде народного избранника. 43-летний депутат Аральского Аильного Кенеша, как сообщается, пришел в исправительную колонию, чтобы навестить родственника. При личном досмотре сотрудники обнаружили у него завернутый в полиэтилен гашиш, нес для передачи. Возбуждено уголовное дело. Депутата на 48 часов водворили ВВС. После суд принял решение отпустить его до конца следствия под домашний арест. Ведется следствие. Поясняется, что случай произошел в конце декабря. В Казахстане задержали кыргызстанца, подозреваемого в попытке убийства. Его экстрадировали на родину. Как сообщает в МВД, в конце августа этого года, примерно в 2 часа ночи, в Баткинской области неизвестный мужчина выстрелил из охотничьего ружья в лицо жителю Кадамджайского района. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельным дробовым ранением лица в тяжелом состоянии. Он мог только кивать. Милиция установила, что преступление носит умышленный характер. Подозреваемого задержали на территории Казахстана, в Уральске. Он пересек госграницу и направился в сторону казахско-российской границы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Кадамджайском районе обнаружено и изъято спрятанное в горах орудие преступления – незарегистрированное гладкоствольное ружье 28-го калибра. По предварительным данным, задержанный работал в России, но приехал на родину, чтобы убить односельчанина из-за неприязненных отношений. Но вместо него ему дверь открыл его 22-летний сын, в которого подозреваемый и выстрелил. Мужчина водворен в СИЗО. Материалы направлены в суд. На свадьбе в Таласе не стреляли. Это монтаж. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что видео, которое появилось недавно в соцсетях, было смонтировано. По словам главы УВД Таласской области Алмазбека Джумабекова, видео было снято еще осенью 2018 года. В руках молодых людей были не настоящие автоматы, а муляжи из дерева. Видео было смонтировано этими же молодыми людьми, которые добавили музыку и звуки выстрелов. На кадрах видно, как свадебный кортеж из автомобилей движется в сторону комплекса Манас-Ордо. Двое молодых парней через окно якобы стреляют вверх. Ролик длится полминуты. Как отметили в УВД Таласской области, авторы видео и водитель машины, из окон которой во время движения высунулись мужчины, могут быть привлечены к административной ответственности. По действующему закону водителя могут оштрафовать на тысячу сомов. И еще одно пояснение пришлось давать сотрудникам милиции. Недавно в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов якобы задерживали женщину за плевок в общественном месте. Прохожие вступили за них, в результате чего произошла потасовка. В УВД Оржской области пояснили, что видео снято в одном из районов области. Сотрудники милиции задержали не женщину, а ее мужа за то, что он курил в пожароопасном месте. По пути в опорный пункт возникло недопонимание с друзьями мужчины. И они, сняв все на видео, распространили неверную информацию, говорится в сообщении. В итоге мужчине объяснили, что он курил в неположенном месте. Нарушение зарегистрировали в едином реестре. Он написал объяснительную, после чего был отпущен. Написал объяснительную и также отпущен. Мужчина, который демонстративно плюнул на забор Белого дома в Бишкеке, найденным оказался уроженец Тонского района и Сокольской области. После беседы с милиционерами он был отпущен. Теперь мужчину должны вызвать в Первомайское районное УВД Бишкека и органы местного самоуправления. Отметим видео, на котором мужчина выражает недовольство работой о властей и специально плюет в сторону здания парламента, появилась на днях и стала самым цитируемым. Этот поступок разделал общественность на два лагеря. Одни считают, что поступок его никак не красит и больше рассчитан на провокацию. Другие поддержали эту хулиганскую выходку, окрестив его неким героем. Сам нарушитель порядка заявил, что готов понести наказание в рамках закона.